Поэтому я считаю, что Хабаровскому протесту не хватает каких-то вот очень таких обобщенных, понятных требований, которые бы поддержались другие регионы. Какие могли бы быть требования? Первое. Что хотят регионы? Чтобы Кремль и Москва не командовали, чтобы они были все настоятельные. В чем она проявляется? В том, чтобы люди могли сами выбирать свой вайс без диктата со стороны Кремля, со стороны Москвы. Ну я имею в виду Москвы, вот Путинской. Это первое требование. Второе, чтобы деньги, которые, местные налоги, которые там собираются, чтобы в большинстве своем оставались в регионе. Чтобы у них была финансовая самостоятельность и политическая самостоятельность. Вот это два требования, это и есть федерализация. Это то, чего сегодня хотят все регионы. И, например, ШИЭС. Вот мы сейчас хочу подчеркнуть, что жители Архангельской области выдвинули своего кандидата в губернатор, защитники ШИЭС. Он собрал все подписи муниципальные. То есть он преодолел муниципальный фильтр и его все равно не пускают на выбор. Поэтому нужно наиболее вот это требование. Отстаньте, Москва, отстаньте от регионов. Мы сами хотим решать, кто будет губернатором, кто будет мэром. А тут, знаете, вам возражают вот так. Я это слышу многократно. Что половина, то есть две трети регионов, они финансового не самодостаточны. Вот Москва сама все зарабатывает наше денег, поэтому хорошо живет. Вот, в принципе, рекомендуется, которая будет, а вот, там, Петербург тоже зарабатывает. Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Первого, самостоятельности. А вот им нет никаких стимулов развиваться там. Но нас все равно дадут из Москвы. Все равно главная задача губернатора это вот поехать в Москву и что-то выключить. Главная задача губернатора организовать какой-нибудь юбилей и на этот юбилей получить денег. Как Кандартан вот это любит делать. Ну, или там вот Карелия сейчас получила на юбилей республики на столетие. Когда хотя бы 50%, получше 60-70%. Если стройки будут оставаться в регионах, то губернатор, а если губернатор еще будет избран на прямых выборах без всяких фильтров, он будет о чем думать? Мне нужно создавать стимулы для развития экономики. Тогда я здесь делаю нормальный налоговый режим. Я здесь создам специальный департамент, который...